Вот, это наш завтрак. Тут два двойных эспрессо. Это наш смузи с кунжутным молочком. Само молоко очень вкусно имеет ореховый вкус. Так, чешуйки отделяются тоненькие. Они чувствуются на зубах чуть-чуть, они совершенно не мешают. По крайней мере, у малины косточки намного круче. Ну, кто смотрит мой канал, знает, что пять дней в неделю мы завтракаем в смузи. Завтра у нас смузи будет на кунжутном молоке. Кунжутное молоко, ну, чтобы литр молока приготовить, нужно сто грамм кунжута белого. Вот, мы приготовим пол-литра. Пятьдесят грамм. Лишнего нам не надо, чтобы нам его... Вот, пятьдесят. Сначала бы промолим кунжут. Ну, тоже хорошей водой фильтрованной. Вообще, он чистый, хороший кунжут чистый. Сейчас молодечко это сольем. Да, второй раз промывать не буду. Вполне. Все промыл и залью, как раз, чтобы было пол-литра воды. Вот. Все. До завтра. Некоторые проращивают его. Ну, у меня специального проращивателя нету. Потому что, в принципе, он даже за ночь уже открывается в проращивателе. Вот. И считается, что в нем уже намного больше микроэлементов. Ну, нам и так хватит микроэлементов. Главное, что старикам важно, это кальций. Ну, кальций и детям тоже важно. А кальция в кунжуте, ой, в шесть раз больше, чем в обычном коровьем молоке. Вот она, польза кунжутного молока. Ну, я думаю, все. Молоко стало молочным. Вот так оно выглядит. И прям молоко. Процеживать я не буду, потому что самый цимус уйдет. Запах очень приятный. Ореховый какой запах. Врещь. Врещь. До щелчка. Так, ладно, пока я это мыть не буду. Добавляю сюда ложку перетертого с медом имбиря. Клубничку мороженую. Ну, уже практически совсем размороженную. Два банальчика небольших. Так. Эта часть апельсина пойдет сок в овощной салат. Сейчас мы выдавим сок в фреш. Ну, уже торопимся. Кофе варится. Делается. Так. Заливаю сок. Выжатый. Закрываю. Молока еще не добавлял. Молока еще не добавлял. А поставлю, да. Молоки запрограммированы само. Отключаются, включаются. Через минуту отключаются полностью. Можно в простыке, да, баре. Молока еще не добавляет. Все. Нам вот это вот в платье, что мы сейчас добавим. В любой момент можно ручки. Отключаются эти маски. Все. И теперь мы разливаем. И пьем. Красота. Красота. Утонет. Утонет. Не утонет. И все. Из кофе. Вот такой будет прекрасный завтрак. Если пища не жирная и не сильно там белковая, то можно просто вымыть с моющим средством кувшин, не разбирая. Манипуляции с таким большим и тяжелым кувшином нужно как-то немножко ограничивать, чтобы действительно не разбить его. А пока у нас варится варенье из персиков, обязательно сейчас сниму цедры, стружечки такие сюда, и выдавлю лимонный сок. Тогда варенье будет просто исключительно вкусное. Ну, смотрите, на моем канале есть. Спасибо. Спасибо.